Оторвалась наша семья от родного прапрадедовского корня Тункинской долины в Прибайкале, и давай нас мотать по белу свету из края в крае. Мы, дети, не понимали причины и целесообразности скитаний, нас в эти дела не посвящали, да и не нашего ума подобная забота, на то есть родители, мудрые хозяева жизни, но и они угадывалось тоже от чего-то зависимое. Мы уже привыкли к тому, что судьба у нас колесная, чемоданная, и очередное перекочевывание на новое место жительства принимали как нечто неизбежное, будто смену времен года. Спорить с такой судьбой казалось бесполезно, как с регулировщицей на перекрестке, куда захочет, туда и пошлет. Переселение же на Лену из Ставрополья, где нас замучила малярия, где тебе ни зимы, ни коньков, ни леса, ни порядочной реки, было встречено восторженно всеми членами семьи, в особенности женами-мальчишками. Именно тогда я, десятилетний пацан, умом и сердцем понял и принял повторяющуюся моими близкими истину, что мы – сибиряки, что на юге нам делать нечего, что на родине все лучше и краше. Похоже было, что власть той таинственной сумасбродки с указательной палочкой в руках, наконец-то чудесным образом преодолена. И нам выпало волшебное право действовать по собственному желанию и разумению. Ох, и опостылила же нам с братом казачья станица Суворовская, близ Пятигорска. Опостылила невыносимо. Мы жили в центре там, где размещались районные учреждения, школы, магазины, баня, рынок, кинотеатр. А вокруг этого освоенного жизненного пространства все четыре стороны света погрязли в лабиринте бесчисленных улочек с обширными садами, огородами на каждой усадьбе, с пустырями, лужайками и болотцами около речки Кумы. По вечерам все звуки в окрестностях глушились со стороны Кумы лягушачьими концертами неимоверной громкости. Южная, лупоглазая прыгуни, не чета нашим крохотулькам. Пузатющая, большеротая, нахальная, что твои свиньи. По первости, лягушачий хай мы путали с гомоном гусей. Этих горластых птиц колхозники держали по многу. Белыми озерками на яркой зелени травы они долгими летними днями паслись в речной пойме под присмотром ребятишек, но на ночь их загоняли во дворы. Мы с Гошей чувствовали себя пленниками этого давнишнего, непомерно разросшегося человеческого поселения, где только лягушки да жабы остались неодомашненными. В нас подспудно вызревало стремление вырваться за пределы станицы, попасть в дикую природу и увидеть настоящих зверей, неприрученных птиц. И вот в один прекрасный день тайком набрали из буфета провизии хлеба и конфет из тумбочки отца, куда даже матери доступ был строго воспрещен. Позаимствовали компас, не забыли и спичек прихватить и пустились в неизведанный путь, держа направление к главному кавказскому хребту, снежная вершина которого маячили вдали в ясную погоду. Нелегко нам достался этот поход. Занудливо брехали дворняги, тощие до срамоты. Ни кормить, ни держать их на привязи у прижимистых казаков не принято. И, преследуя, норовили цапнуть за ногу. Зловредные передавали нас одна другой по цепочке. В ушах не смолкал их лай то босовитый, то визгливый, то хриплый, то ракочище. Да и зной в тот день был не милостивый собак. От него не защитишься палками, а водой мы на беду не запаслись. В горле пересохло, губы от жары запеклись, потрескались. Когда же героически, преодолев трудности, достигли окраины станицы? Вместо ожидаемого леса увидели перед собой хлебные поля, уходящие вдаль до самого горизонта. С досады я не удержался и заплакал. Брат обругал меня, конечно, девочкой, ревелочкой, хнылочкой, сопелочкой. Вдруг на дороге загромыхала водовозка, везшая питье на полевой стан. Мы бросились наперед, на перерез замахали руками, заорали «Дяденька, дай напиться!» Седоусый старикам в соломенной шляпе зачерпнул из бочки воды. Когда утолили жажду, Гоша спросил «А лес далеко отсюда?» «Километров сорок, пожалуй. А что?» «Да нет, так, ничего». Промямлили мы и отправились во своя сеть обратно. И вот теперь по дороге в родную Сибирь, в вагоне, мы с Гошей взахлеб, перебивая друг друга, восстанавливали в памяти житье на северном руднике Сагдиагдон. Где я добываю слюду, как ловили малявок бутылкою, выбив донышко острым камнем, как учились управлять лодкой и зарили вороньи гнезда, как строили шалаши в лесу и спускались на парашютах, то есть падали с молодых берез, уцепившись за их вершинки, как пили прохладный березовый сок из берестяных чуманов и лакомились брусникой сразу за школьным огородом. Бессчетно падал я с берез, с обломившейся верхушкой в руках, и однажды, приземлившись ненароком, чуть не откусил напрочь пол языка. Дважды тонул я в Витиме весной, во время ледохода и летом, плавал, стоя на доске и толкаясь шестом, сковырнулся и ушел под плод. Впервые смерть глянула мне в лицо. Я отлично сознавал, что уже через минуту, если оплошаю, стану покойником. Затаив дыхание, быстро плыл во тьме по течению, страшась зацепиться за что-нибудь или удариться головой об ревно. И когда вынурнул с другой стороны плота и увидел солнце, почувствовал себя счастливейшим из людей, вернувшимся с того света. Все теперь вспоминалось с умилением. Даже то, как я обморозил пятку, катаясь на коньках, попал под полозья бешено мчавшейся кашовки, едва успел успугаться и подумать, что руки-ноги мне сейчас переломает, но оказался цел и невредим. Содрал кожу с языка, лизнув захолодевшую дверную ручку. Казалось, очень смешным и заманчивым. На Кавказе не обморозишься и под кашовку не попадешь, потому что если снег выпадает ночью, пока завтракаешь, он растает. На родине все – рай и сказка. Этот рай, невзначай утраченный, нам ужасно хотелось вернуть. И наши ожидания не были обмануты. Отцу, педагогу по профессии в Иркутском облано, дали назначение в укромный таежный уголок на берегу Лены. Встреча человека с природой. Как это важно! Рано она произойдет или поздно, или вообще никогда. Если рано, если она вокруг каждодневно, то человек может и не сознавать, каким сокровищем обладает. И не беречь его, наивно полагая, что в любом случае природа восстановит себя, не оскудеет. А потом, торопливо шагая по жизненным ступеням, уйдет от нее навсегда в комитеты и кабинеты, в диссертации, симпозиумы и не вспомнит. Не поймет, как много он потерял. Если поздно встретиться, яркость впечатлений уже не та. Охладевшее сердце не способно горячо любить и пылко отзываться на прекрасно. Можно ли считать, что встретился с природой, выехавший на пикничок, пьющий и жующий и скользящий взглядом по окружающей среде? Для него и солнце красное, бутафория, декорация, интерьер. Счастлив тот, кому родная природа с детства вошла в душу, кто всю жизнь тянется, тоскует, как по матери, по ней, кого не засушили, не поглотили служебные обязанности и житейские заботы. Широченный раскат окатанных серых камней и рыжий глинистый бугор Ленского берега, на который мы высадились с парохода ясным солнечным днем в середине лета, запомнились сразу и навсегда. К стопудовым корягам, напоминавшим своими причудливо растопорщенными корнями океанских чудищ осьминогов, прилепились связки деревянных лодок, прихваченные цепями. Об их потрескавшиеся борта плескались волны и с убаюкивающим хлюпанием замирали. Галечный раскат, полого спускавшийся к реке, протянулся далеко-далеко, будто дорога, и, как всякая дорога, ждал любознательных путников. Пароход деловито ушлепал вниз по течению, властно и равнодушно отрезал нас от прошлого, и мы остались одни на пустынном берегу среди груды багажа с тревогой и сомнением, приживемся ли здесь с робкой надеждой на долгое и прочное счастье. Когда пароходный гул затих вдали, на нас обрушилась тишина. Густая тишина малолюдных мест. После много шумных вокзалов, перронов, автобусов, поездов, пароходов. Это было так неожиданно, так странно, что мы как-то оцепенели. Но постепенно привыкли к тому, что и время здесь течет по своим часам. Не по тем, что в ближайшем городе, и тем более не по тем, где шоссе и железная дорога. Время здесь шествует так же величественно и самоуглубленно, как Лена-матушка. Не зашелохнет, не прогремит. Село Петропавловское, так солидно называлась Таежная деревня, в которой не набиралось и сотни колхозных дворов, где выпало на этот раз, вернее, где мы пожелали теперь жить, пахотных земель и лугов у колхозов было не в дострых. Поля вплотную подступали к огородам крайних усадеб. Однако деревенское раздолье, крестьянская основательность чувствовалось во всем. И в широкой валкой походке людей, и в кривизне главной и единственной улицы, и в протяжном утреннем крике пастуха, сопровождаемая щелканьем бича. С внешним миром этот глухой край зимой связывали лошади, летом река. Когда весной к берегу причаливал первый пароход, вся деревня высыпала на высокий глинистый бугор, словно на массовое гуляние. Вокзал, билеты, плацкартные места, контролеры – подобные формальности были как-то не в ходу. На грузовых и грузопассажирских ездили, как правило, бесплатно. Кругом все свои, знакомые, перезнакомые. Стыдно о плате напоминать. Бывало и так. Шлюпает грузовой пароходник мимо села, вверх по течению, по направлению в районный город Кирянск. А старика ну надо воно, сто километров, не ближний свет, в гости к родне съездить. Машет он руками, дескать, посадите, подвезите, все одно туда же плывете. Капитан с мостика в рупор отникивается. Некогда, папаша. Да не имеем права, грузовой пароход, сам понимаешь. Да слышь ты, напрягаясь, кричит старик, у меня на Сталине сын по капитанам ходит. Иван Ксенофонтович Лыхин, стало быть, аль не знаешь, неужели своих не посодишь? Капитан видит, что ничего не поделаешь. Сослуживца обидеть нельзя. Дает малый ход, и к берегу легко вскользит баркас, залитый варом до черноты. Вплотную к берегу баркас не подходит, мелко, кряжистый дед забредает. И грудно, грузно, с трудом переваливается через борт. Все как нарочно, как по заказу, на ленье было иным. На Кавказе мы за два года так ни разу и не побывали в лесу. Не узнали, каков он тамошний лес. И даже издали его, ни одним глазком не увидели. Играть в прятки, в разбойники, в белых и красных приходилось на пустырях, поросших буйной дурниной, лебедой, полынью, чертополохом, крапивой и какими-то зонтичными, в рост человека, пустотелые дудки которых отец за недостатком дров приспособился сушить под сараем и использовать как топливо. Здесь же, в какую сторону не поворотись, взгляд обязательно упирался в обступившую узкую речную долину холмы и горы, покрытые густыми лесами, богатые, вне сомнения, ягодами, грибами, орехами и разными зверями, промышлять которых хотелось надеяться нам посчастливиться. Почему бы нет? В Суворовке, спасаясь от изнуряющей жары, мы целыми днями купались в куме, столь мелководной, что только в одном омутке было по горло. А тут мы зачарованно, не без робости и одновременно с неистовой надеждой взирали на километровую ширь могучей реки, такой красивой, блещущей на солнце, такой спокойной, у берегов совсем стоячей, такой ласковой, живой, доступной. Так бы изобрел воду и переступал дальше и глубже, дальше и глубже. А что там? А как там? Что даст она, река, уже наша, уже родная, уже вошедшая в душу? Мы, наверное, научимся плавать, нырять, управлять лодкой, ловить рыбу. Ведь не может быть, чтоб в такой большой реке не было рыбы. Не зря же вон невод сушится на вешалах. В куме тоже, кажется, ухитрялось пробавляться рыбешка, пескарики, что ли, какие-то. Мы с презрительным смехом вспомнили, что один хлопец ловил их ящичком, привязанным к палке. Нет, у нас в Сибири все будет по-настоящему. Мы с братом были уверены, что нам повезло почти так же отчаянно, как Робинзон. Откуда эти рыбацкие и охотничьи устремления? Ведь никто нам не подсказывал, не подначивал, ружьями и припасами, рыболовными снастями не снабжал. Все это возникло само собой инстинктивно от далеких предков наших, заядлых охотников и рыбаков, ибо ни отец наш, ни дед в подобных вещах ничего не смысляли. И уже позже, когда мы с братом освоили реку и лес, всегда удивлялись и не понимали, как это и почему это взрослый мужчина не умеет ни утку подстрелить, ни рыбину из реки вытащить. Я до сих пор со снисходительной жалостью и недоумением посматриваю на то, на того, кто не может ельца от хариуса отличить, а ель от пихты. Виды видами, но для детворы дорого прежде всего то, что можно понюхать, потрогать, попробовать. Первым веским доказательством в пользу родной Сибири оказалась обыкновенная картошка. На Кавказе мы попали в просаг с этим первейшим, необходимейшим овощем. Посадили два мешка картофеля в полной уверенности, что осенью выкопаем минимум 10-12. Сначала все шло как по маслу. Дружно взошла зеленая молоть, полезла вверх, ботвища наросла чуть не до пояса. Дивимся, радуемся, окучиваем. Надежды самые радужные. Но вот навалился южный зной. Какого в Сибири мы не видывали, точнее не испытывали на собственной шкуре. Это надо понимать буквально, так как босыми ногами нельзя было пройти по голой земле. Обжигало ступни. Земля превратилась в раскаленный пепел. Кусты картофеля развалились. Жалкими обваренными лохмотями легли в борозды. На семейном совете решено было спасти посев поливкой, благо колодец неподалеку через дорогу. Однако жажда иссохшей почвы была так велика, а безоблачное южное лето так длительно, что в конце концов пришлось отказаться от бесполезной затеи. Почти все выгорело. И под уцелевшими кустами мы с изумлением находили заживо испеченные морщинистые картофелины. Мягкие и упругие, как резиновые мячики. В отличие от южной, сибирская картошка оказалась крупной, крепкой, рассыпчатой, а главное, чрезвычайно вкусной. В чем мы удостоверились, когда отцу удалось уговорить некую Христофоровну, согбенную, но могутную старуху продать ведро картошки за 3 рубля. Осенью же мешок картофеля не бывал дороже 10 рублей. Особенно вкусна печеная картошка. Гоша первый вздумал печь ее в духовке. И когда мы, обшелушив обгоревшую черную пленку не до самого белого мяса, а лишь до самой вкуснейшей коричневой корочки, стали обжигаясь поедать дымящиеся запашистые картофелины, единогласно и восторженно было провозглашено, что Кавказ со всеми яблоками, грушами, сливами и черносливами ничего не стоит противу одной нашей картошки. В пойме речушки Захаровки, впадающей в Лену чуть выше Петропавловска, тянулись вглубь тайги нескончаемые заросли красной и черной смородины. Мимо фиолетовых турнепсных самоваров, в кавычках, мимо зеленых лужков, ходили мы к тенистой извилистой Захаровке, потонувшей в черемухах и вербах. Черной смородины, не рассчитав, приносили столько, что не успевали вовремя переработать, и случалось, валили ее заплесневевшую соседскому борову ведрами. Ягодный сезон начинался с земляники на Смольном, куда детвора валила бурьбой, взрослым на подобные пустяки времени не доставало. Сладчайшая и ароматнейшая ягода – земляника. Урочище Смольный назывался так потому, что здесь, на месте вырубленного ядреного леса, осталось множество смолистых пней. Новое же поколение сосняка взнялось не чащобно, а в прорубь с бесчисленными пропляшинами. А где солнце, там известные ягоды. Урочище тянулось от просеки телефонной линии неширокой полосой до Карпухинской чистки. Никто на селе не заготавливал столько ягод, сколько мы. Зимой порою в кухне можно было наблюдать такую сцену. У порога с миской под мышкой стоит малец лет восьми, шмыгает носом. Ты чей? Таракановский. Зачем пришел-то? Мамка за брусникой послала. Степка у нас шибко хворает, жар у него. Мать идет в кладовку, зачерпывает из ящика миску брусники, а платье речи не ведет. Мы сравнивали таежное ягодное угодье с южными фруктовыми садами, и сравнение это было не в пользу юга. Хотя справедливости ради надо сказать, что баснословно дешевы там фрукты и овощи. Помню, когда мы приехали с севера на Украину в 1937 году, в городе Нежине мешок яблок стоил 5 рублей, а помидор с блюдца – одну копейку. Мать на базаре, интересуя ценами, то и дело воскликала, «Господи, да почему так дешево?» Однажды подходит она к старику с четырехведерной корзиной огурцов. Старик с четырехведерной корзиной огурцов просит, «Дайте мне на рубль». А тот, «Так вся корзина стоит рубль». Местные покупательницы резонно отдернули мать, «Кто же на базаре, говорит, дешево? С луны, что ли, свалились?» И все-таки там сады чужие, за забором, ходишь да посматриваешь. К тому же свое, добытое собственным трудом, милее и слаще готовенького, купленного. Но особенно нам нравилось то, что наши таежные сады, как именовала мать ягодное угодье, не огорожены, не считаны, не мерены, нет им предела, привольные, можно сказать, нехоженные края. Тайга вокруг дремала непотревоженно, непорубленная, без дорог, с редкими полузаросшими тропинками, да и кто бы, спрашивается, топтал ее. Не бывало в те годы на Лене никаких изыскательских, топографических, лесоустроительных или геолого-разведочных экспедиций. А местные колхозники – народ занятой. Когда же через два года после нашего приезда на Лену началась война с фашистской Германией и всех здоровых мужиков мобилизовали в армию или на трудовой фронт, тайга в еще большей степени оказалась предоставленной сама себе. Ну а грибной сезон – чем он хуже ягодного? И разве грибы – слабое подспорье для большой семьи, в особенности в трудные военные годы? Они растут как раз тогда, когда мясца ни за какие деньги не купишь. Не потому ли мать упорно называла грибы лесным небегающим мясом? Это отрывки из книги «Даль Сибирская». Автор – Василий Шелихов. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. Юрий Шатохин. Новосибирск. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова